И на сегодня. Посадит ли Порошенко в тюрьму? Этот вопрос интересует многих, и не только на Украине, но и, конечно же, в России. Посадить, конечно же, есть за что тут, никто не сомневается. Но посадит ли? Сам Порошенко заявляет, что не боится никого и ничего. Полагаю, это бравада. Конечно, боится. Но, вероятно, имеет основания считать, что этого не допустят его американские и европейские покровители. В самом крайнем случае Порошенко покинет страну, как Саакашвили покинул Грузию. И никто его Украине не выдаст. Но, скорее всего, и до этого дело не дойдет. По каким причинам, расскажет Роман Перевезенцев. 13 уголовных дел, в которых напрямую фигурирует фамилия экс-президента Украины Петра Порошенко. В четырех из них он проходит пока как свидетель. И это только дела, которые уже официально числятся в реестре Государственного бюро расследований Украины. Эксперты же говорят о десятках фактов, по которым можно привлечь к уголовной и административной ответственности недавнего президента-бизнесмена и его команду. На мой взгляд, Петр Порошенко и его команда настолько были уверены в том, что они пройдут на второй срок, что они особенно и не маскировали никаких из этих финансовых преступлений. Мол, мы сейчас, у нас еще пять лет впереди, мы потом в случае чего подотрем, почистим, уберем ненужных свидетелей. Больше всего дел о финансовых махинациях. Например, о суммах, выделенных на оборонку, но уплывших в офшоры. Или же по фактам отмывания средств. Или о неуплате налогов на киевском судостроительном заводе Кузнино-Рыбальском, принадлежавшем компании Порошенко. Следователи подозревают, что путем мошеннических схем через предприятие было выведено в офшоры и легализовано порядка 300 миллионов долларов. Но дело это пока расследуется ни шатка, ни валка, возмущается советник бывшего президента Януковича Андрей Портнов, направивший обращение к генпрокурору. Уважаемый офис генерального прокурора, больше недели назад я сообщил, что перед арестом судом активов и ценных бумаг, принадлежащий Порошенко Кузнино-Рыбальском, по делу об отмывании фигурантом преступных доходов, Порошенко успел переукрасть и переоформить у нотариуса 115 тысяч квадратных метров недвижимости завода. Вы не могли бы сообщить, почему оно у вас так долго валяется без реакции и до сих пор не направлено в суд для нового ареста? Кроме дел хозяйственных, а также о рейдерских захватах предприятий, о выводе из банков десятков миллионов долларов, есть и дела о нарушениях, совершенных Порошенко сотоварищей при управлении страной. Например, о попытке изурпации судебной власти. Ха-ха-ха! Нам смешно наблюдать за Порошенко. Ведь если бы он был президентом не сводолюбивой относительно честной Украины, а президентом России, то его бы за все его махинации носили бы на руках. И никто в нашей Верховной Раде, в Госдуме, в Совете Федерации даже не смел заикнуться бы о его махинациях. А кто бы все-таки сумел бы заикнуться об его махинациях, того бы расстреляли прямо около администрации президента, а то и около Кремля. Поэтому Порошенко просто не повезло со страной. Надо было ему идти на выборы президента России. Тогда бы его носили бы на руках, как носит сами знаете кого. И не важно, что там, благодаря правлению Путина, детей вместе с теористами убивали в Беслане. И не важно, что заложников травили газом, абсолютно не важно. Ведь в России, что бы ни сделал царь, президент, он прав, существует сакральная власть. А в Украине подлинная демократия. Пусть с властью олигархов, но все-таки демократия. Это постскриптум, говорим по-русски, после словек, самым основным событием этой недели. Давайте-ка приступать. Так, сейчас я посмотрю, есть ли запись. Идет, идет у нас запись. Так, значит, россиянам запретили курить на балконах. И вновь очередной запрет в рабской несвободной стране. Россиянам будет нельзя использовать открытый огонь на балконах и лоджиях. Из данного запрета теперь следует, что нельзя курить и жарить шашлыки на балконах, пояснили в МЧС. 1 октября будет за это дело взымать штраф 1000 рублей. А если вдруг из-за жарки шашлыков на балконе случился пожар, то придется заплатить в казну 5000 рублей. Ну, как всегда, разложим все по полочкам. Во-первых, я удивлен, что в России находятся долбоебы, которые жарят шашлыки на балконе в многоквартирных панельных домах. Еще раз, жарят шашлыки. Блюдо, блюдо, которое делается не только на открытом огне, но и, что не менее важно, на открытом воздухе. Потому что, если ты засунешь мясо, например, в духовку, то уже никакого шашлыка не будет. Нет, это будет называться по-другому. Стейк. Но уж точно не в каменных джунглях. А иначе это не шашлык, а просто, как я уже говорил, мясо на гриле. Но нет, находятся люди в России, которые на балконе на условном седьмом этаже жарят шашлыки. Для меня слово шашлык всегда было синонимом словом выезд на природу. Хотя бы на городской пусты. Действительно, жарят шашлыки на балконах крайне сомнительная вещь. Во-вторых, ну и куда деваться курильщикам? Им уже почти все запретили. А сейчас вдруг и на балконах своих домов запретили курить. В-третьих, самое скандальное и спорное. А что считать открытым огнем? А что считать тлением на медленном огне, которое не запрещено на балконах? Угли попадают под запрет или нет? А электронные сигареты, где нет открытого огня? Ну, как всегда, приняли запрет, не прописав четких формулировок. В-четвертых, а кто будет ходить по домам и высматривать нарушителей на балконах? МЧС? Участковый полиционер? Пожарники? Ну кто? Предполагается, что соседи могут пожаловаться в МЧС на рядового курильщика. Что это за подстрекательство к доносам, а не запрет? Вопрошаю я чиновников от МЧС. Что это за возврат к сталинской системе 30-х годов? Ничего хорошего из этого. Пардон за кламбур, не выгорит. Выгорит, но вы понимаете, да, кламбур. И самое главное, раньше, во времена Савка, смотрели больше. Но как это ни странно, массовых пожаров было меньше. Почему? Да потому что не было такого разгильдяйства в МЧС, как сейчас. Потому что тогда противопожарные машины на выезд никогда не отправлялись без пустых баков с водой. Это прописные истины. В СССР пожарники входили в службу МВД. А МЧС вообще было ведомство Министерства обороны. А сейчас расплодили госорганов, понимаешь. И они нихера ничего не умеют. Но зато умеют штрафовать. Ясно же, как дважды давать, что запрет для курящих нужен для увеличения собирания поборов с граждан, а не для их собственной безопасности. Если уж из-за бычка у вас загорелся балкон, то значит у вас, пардон, некачественные жалюзи. Они не огнестойкие. Вот и другие мнения по этому поводу. Глаз народа. Петр Сергеев пишет. Строгость российских пишет. У меня в титре. Строгость российских законов смягчается необязательностью их выполнения. Дмитрий Петрович пишет. С 1 октября, когда запретят курить на балконах, Россия будет все ближе и ближе к налогу на воздух. Как в романе «Приключения Чиполина». Далее пишет. Как будут вычислять это все и прописывать штрафы? Ответ. Никак. А если и будут, то на более важные преступления сил у МВДшников не останется. Абсолютно согласен с теорией. Сратый песник. Ну, человек так подпишивается. Пишет, что возможно будет создан спецотряд МВД, где курильщика на балконе будут вычислять снайперы. Это самое оригинальное, конечно. Олег Козырев пишет. Если курильщику запретить курить на балконе, то он будет курить в квартире. И родственники будут жить в дыму. А МЧС с депутатскими глупостями очередную херню сделали и угробят много жизней этим дурацким законам-запретом. Виктор ехидно замечает, что секс на балконе опаснее, чем курение. Ков Каблар резонно заявляет, что балкон – это продолжение квартиры. И пошли МЧСовцы в жопу. Геннадий Гудков заявляет, что это штраф – акт оформления полного маразма российских властей. Так думают люди в Твиттере. А я думаю так. Когда-то давным-давно пожарные не стояли и не думали спасать людей или нет. Как в торговом центре «Зимняя вишня». Они, даже если у них не было запаса воздуха в баллонах, или там воды в баках, они шли на верную гибель. Но спасали как людей, так и, пардон, детей. Что-то много извиняюсь. Не надо извиняться вообще. Пожарники шли во времена советской власти реально погибать, как, например, на ЧАЭС. А сейчас они думают, идти ли нам или не идти спасать людей. Оказывается, дело дошло до специального указа в МЧС номер 24, по которому пожарники сами могут, когда выезжают на пожар, точнее, не так, они не сами могут, в общем, при команде 24, если пожар, ну уж прям, слишком такой, уж прям, ну, становится понятно, что рискованно для самих пожарных, то пожарные бросают шланги и уматывают. Вот это произошло в торговом центре Зимняя Вишня. И вот эту пожарную службу нам точно нахер не надо. Я не говорю, что курить на балконах полезно или там что, но это личное пространство человека. А если он там кинет бычок вниз и загорится, допустим, этаж ниже, то он будет привлечён к ответственности за другие статьи, за умышленный пожог, в конце концов. А что, статья как раз под это дело подходит. Но у нас почему-то она, её плохо применяют. Вот так вот. Такие запреты в рашке. Ага. Угу. И вновь ещё один запрет для тупоголовых, несвободных россиян. Их будут наказывать за оскорбление полицейских в интернете. МВД внесли поправки в федеральный закон о полиции с тем, чтобы наказать россиян за критику работников полиции в интернете. Эти поправки должны защитить в честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов в сети. Однако, мусора разрешили пока оскорблять полицию в личной переписке граждан. И на том, как говорится, спасибо. Хотя, пусть мусора спасают свою жопу сами. А вот если ты, например, составил пост ВКонтакте и чётко указал, что полицейские не приехали к тебе ночью, когда была драка за окном, то ты же и понесёшь всю меру ответственности. Браво. Как это поможет защитить честь и достоинство полиции, не ясно. Скорее наоборот. Полиция не справилась с той справедливой критикой, которая есть в сети. И поэтому вводят запрет на неё. Честь и достоинство полиции можно поднять или сохранить только одним способом. Не запретом на их критику, а её профессиональной работой. которые по многим причинам, в частности, не связаны с работой МВД, которые пока, к сожалению, недостаточно. Особенно ночью. Ну, когда число преступлений возрастает. Сами, пардон, мусора признаются, что когда они видят хулиганов, они иногда нет-нет и бегут от них, а не арестовывают. Тогда в чём же смысл работника полиции вообще? Не ясно. А сколько было случаев, когда, наоборот, полицейских хватает, кого попало без разбора, бьют дубинками, а потом выясняется, что убили, к примеру, многодетную мать, которая просто вышла погулять со своим ребёнком на улице. И ничего против Путина, против системы, против МВД не имела. За оскорбление накажут и самих полицейских. Это только в России появилось словосочетание «оборотни в погонах». И вот за это словосочетание написано где-то штраф будет. Да, печалька. Гадета Ру напоминает нам слова Вовы царя Путина. Цитата его. Что никто не в праве ограничить людей в их праве критиковать власть. Конец цитаты. Ну что ж, практика должна соответствовать смыслу этого закона. Закона о полиции отметил Путин. И я с ним согласен. Но парадоксально то, что слова Путина противоречат новым поправкам МВД в закон о полиции. И несмотря на слова Путина, которые расходятся с делами, Госдума РФ уже объявила о том, что поддержит новые поправки к закону по полиции. С тем, чтобы наказывать граждан за критику работников МВД. Ну а пока можно критиковать полицию. Знаете, господа полицейские, что вы мусора, копы, фараоны, легавые, вертухаи, оборотни в погонах, красноперые, мусора, мусорянские. И не более того, почему все просто. Вы поддерживаете и, что самое главное, охраняете преступную расистскую власть габистов, которая судит людей ни за что, которая отнимает у них бизнес ни за что, ни за убийство, изнасилование и прочее, а, например, закидание пластиковых стаканчиков в Росгвардию, которая находилась в полной амуниции. Росгвардейцы сильно и по-бабски страдают и даже бьются в истерике от пластиковых стаканчиков. Так вот, скоро, если вы продолжите этих самых разгвардейцев защищать, скоро в полицейских будут швырять коктейлями Молотова вместо пластиковых стаканчиков. И это будет действительно серьезное нарушение закона. Но это будет вам по делу. Госдума поддерживая запрет на критику сотрудников МВД вновь доказала, что она государственная дура Российской Федерации, а не нормальный орган общественного контроля властей. Идем дальше. Вашингтон, так как у нас сейчас программа Postcrypton, перейдем к самому любимому, то, чего вы смотрите Алексея Пушкова, конечно же, международная политика. Вашингтон Post доступ к расшифровкам разговора Трампа и Лаврова ограничили ранее доступ к стенограмме переговоров Лаврова и Трампа двухлетней давности. Получил Вашингтон Post и вот теперь после публикации разговора Трампа с Лавровым 2017 года в прессе этот самый разговор Трамп решил засекретить. Что же там было такого крамольного что в ходе той встречи Трамп слил все разведданные а вот что Трамп в ходе той встречи слил все разведданные по поводу ИГИЛа который запрещен на стране что чекисты пукают от него настолько запрещен. Так вот Трамп на той встрече с Лавровым слил всю разведданную цервушную по ИГИЛ затем и вовсе заявил что не обеспокоен вмешательством Москвы в президентские выборы 2016 года. Ну еще бы он был бы обеспокоен ведь благодаря вмешательству России в выборах 2016 года победил кто правильно Дональд Трамп и стал президентом США не случись бы этого вмешательства победила бы Хиллари Клинтон и дальше Трампу в разговоре с Лавровым такой типа ну США делают то же самое вмешиваются выборы по всему миру а что Лавров а вот это действительно сенсация вместо того чтобы сказать что Россия не вмешивалась в выборы просто стыдливо промолчать он просто стыдливо промолчал тем самым признал что российская власть киперкомандование министерства обороны российской федерации через хакерские группы Франс Сибирес вмешивалась в выборы президента США и подтасовывала результаты в пользу Дональда Трампа он же позывной Рыжик в ГРУ и СВР вот это действительно сенсация благодаря данной стенограмме которая ну Трамп пытается ее засекретить но она уже слита в прессу мы с вами поймали фактически Лаврова на лжи или на откровенных правды матки посредством молчания мы с вами прекрасно понимаем что молчание это знак согласия а в данном случае Лавров согласился с Трампом что не только что США вмешиваются в дела других государств но и что Россия вмешалась в выборы США в 2016 году ну и по поводу ИГИЛ тут как-то тут как во вторую мировую без помощи США Россия бы не победила ИГИЛ это не мои слова а Трампа как раз из этой расшифровки а Лавров поддакивал Трамп сейчас похватился и все это засекретил но уже слишком поздно они спалились с Лавровым в пух и прах как мы понимаем что вмешательство России в дела США это вовсе не миф а правда истинограмма тому доказательство переговоры Трампа с Лавровым тому доказательство вместо того чтобы сказать вместо того чтобы сказать сейчас прошу прощения что-то не так не разберусь так 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 вот вместо того чтобы сказать что Россия не вмешивалась в выборы США Лавров почему-то скудно промолчал и так в какие же выборы вмешивалась Россия из этих самых откровений Лаврова с Трампом ну помимо выборов США безусловно выборы Сирии после которой как раз началась война на Ближнем Востоке выборы на Украине еще в 2004 году когда выбрали Януковича и как раз потом пришлось проводить переголосование Россия вмешивалась в выборы в Бундестаг приведя туда партию расшистов альтернатива для Германии и все это есть в стенограмме Трампа с Лавровым короче влипли они оба но так как нельзя ну так как они работают как бы внутренние институты расследования СКР ФСБ ну то есть они работают но мы с вами понимаем по какому поводу в общем Лавров выйдет сухим из воды а Трамп под официальным импичментом ну что ж ему не привыкать клубинка перешла в режим выживания нет такого понятия как зарплата в российской глубинке давно принято считать что жизнь в российских деревне не сахар то все давно давно там спились и уехали ведь Россия для людей устроена так из села ты перебираешься в город из города в столицу из столицы в западную заграницу в этом принято винить советскую власть 90-е но русская глубинка уже 20 лет живет как при путинском чекистском режиме без показухи и красивой картинки на федеральных каналах она российская глубинка выживает и вот как раз об этом пишет московский комсомолец и его журналисты на примере села Ивановка Пензенской области которая находится всего 850 километров от Москвы кто-то скажет что надо рассказывать как живется в Сибири ведь там глубинка страны но однако и в центральном округе тоже есть о чем рассказать село не вымерло вопреки стереотипам осталось человек 200 жить ровно половину села остальные уехали в Пензу работа есть но только на одном предприятии заводе по переработке подсолнечника 60 тысяч рабочих мест однако зарплата и пенсия едва ли достигает 10 тысяч рублей в месяц есть газ свет электричество и даже асфальтированные дороги но к сожалению нет ни сельского клуба ну что такое сельский клуб нету ни досуга ни библиотеки ни поликлиники ни школы то есть жителям села вечером по сути нечего делать я уж молчу как раз да про школы и больницы казалось бы жители села должны заниматься сельским хозяйством в промышленных масштабах а не только подсолнухи перерабатывать но парадокс сельское хозяйство в российском селе никому нахрен не нужно так как в промышленном масштабе так как все питаются и живут со своего огорода и изредка покупая что-то в магазине автобус ходит раз в неделю дома полуразрушены в них жить можно но как говорится хочется большего что правда так как это то что так как это правда так что это молодых в деревне правда то что молодых в деревне уже нет не осталось после статьи Суркова нашего главфилософа и главпропагандиста о глубинном русском народе который всегда себе на уме хочется его отправить как раз в деревню Ивановка где люди да живут они выживают но без абсолютно без любой помощи государства которое на них давно забило болт и вот эти люди и есть ценность и достоинства России о ком это я это я Алексей и Валентине Щерен Щерентовых которые живут на те самые 9000 рублей в месяц но при этом они с этого дохода в кавычках дохода помогают своей дочери это я про Веру Евтееву которая держит сельский магазин с вышкой 700 рублей в день но при этом восстановила на свои деньги сельский родник с ключевой водой вот они настоящее золото России люди даже на слезу пробило немножко меня когда я это писал жителям Ивановки хочется только одного недостойной зарплаты или пенсии не светогазоэлектричество а чтобы село жило а не умирало чтобы там жили молодые люди но скорее всего как пишут журналисты московского комсомольца село Ивановка просто перестанет существовать как топоним даже как топоним на карте потому что молодые уже уехали и остались люди которые очень приятливые очень классные но все-таки не молодые и деревня вымрет к сожалению и таких сел как Ивановка очень много по России с прекрасными людьми но на которых давно забили государственные мужи такие как Сурков они такие как Сурков занимают в чем город на Сирии Украиной расправой с либеральными с либералами но только не село а ведь люди этого но только не своим селом а ведь люди этого села вполне это заслуживают перефразируя одну известную фразу про народ что у нас якобы плохой народ у нас хороший это государство у нас дерьмо собачье прекрасный дом прекрасная деревня но к сожалению вымирает потому что не дороги газ отопления нужны людям а людям нужен досуг они должны в культурном плане в деревне развиваться а этого увы нет как в селе Ивановка так и в других селах Российской Федерации идем дальше ну идем же идем пришли посольство России назвало фейком новость о высадке российского спецназа в Норвегии послы назвали грубой провокацией сообщение издания Aldremer о появлении на территории Норвегии русского спецназа и если это действительно так то скорее посольство России занимается провокацией оказывается содействие русскому спецназу который по неподтвержденным я подчеркиваю по неподтвержденным данным высадился на территории архипелага Шпицберген который принадлежит Норвегии но оспаривается с Россией также на материковой части Норвегии бойцы ГРУ разведывали местность и изучали важные объекты норвежской инфраструктуры и при этом северный флот ВМФ Российской Федерации получил приказ максимально приблизиться к Шпицбергену норвежцы связывают активизацию разведеятельности россиян на их территории с учениями северного флота России кстати в этих учениях участвуют десантные подчеркну это десантные корабли от Раковский и Кандапога так что это ж норвежского издания неспроста зачем же Россия Шпицберген дело вовсе вовсе не в том что Россия имеет право на эксплуатацию биоресурсов Шпицбергена но при этом не может использовать этот остров в военных целях чтобы как раз обойти наши спецназовцы высадились на Шпицбергене в штатском нет дело не в этом а дело в том что российский спецназ спалили ЦРУшники США которых на Шпицбергене конечно же в кавычках нет никогда не было и вообще забудьте о том что они там есть и они это передали информацию как раз норвежским властям а те слили это в прессу то есть вот это отдельная история с высадкой российского спецназа в Норвегии это не про то что российский спецназ высадился где-то там и сейчас будет война а это история про то как российский спецназ в условиях когда ему приказали быть что называется тише травы ниже воды он спалился и перед своим главным врагом это конечно не Норвегия вот про что эта история ну конечно зачем же россия шпицберген ну там живут большая диаспора россиян которая вторая по численности шпицберген и которая не хочет быть частью Норвегии как элемент НАТО и ЕС а хочет быть частью Российской Федерации это действительно так во вторых это лютая зависть россиян рашистов и рахитов Норвегии ведь и Россия и Норвегия нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие страны россия при этом больше и имеет другие запасы полезных ископаемых такие как алмазы газ ну что я вам рассказываю их прекрасно знаете и казалось бы Россия ну если не первой если не второй то третьей по уровню жизни должна быть страной а нет ни хера маленькая Норвегия по уровню жизни опередила Россию в 150 раз и по технологиям тоже так как в отличие от России не стала судить госкапитализм привет Роснефти и Газпрому осталось распределять грязные нефти доллары на помощь простым норвежцам а не на помощь олигархи как это делала Россия в результате чего Норвегия ушла далеко вперед суверенной России и россияне начали завидовать Норвегии лютой завистью которая может стоить почему-то нефтебуровые вышки а Россия почему-то не может и как я уже сказал россияне простые и не очень простые такие как российская власть начали Норвегии завидовать а психология путинских силовиков такова ага значит с нами граничит страна в 150 раз успешнее чем мы значит давайте ее разрушим устроим там так сказать сладкую жизнь в кавычках норвежцам чтобы им жизнь медом не казалась а тут еще и спорная территория а здесь еще и пример Крыма когда Россия устроила войну с Украиной лишь бы она не была более успешной страной чем Россия сначала всякие государственные мужи Рогозин Путин стали наведываться на Шпицберген поощряя прощупывая политическую почву для референдума на Шпицбергене о присоединении к России а сейчас там высадился наш спецназ для разведки чтобы в час че в день д начать силовое обеспечение крымского так сказать референдума на Шпицбергене и тут вы скажете Денис ты что грибочков переел что-то там нанюхался но вспомните как Путин и все тот же Рогозин посещали Крым в 2007 году когда он был украинский и тогда никто не мог подумать что он будет Крым российский и сейчас никто не может подумать что Шпицберген станет территорией Российской Федерации но это только сейчас только в данную минуту а потом субскотом и спецназ на полуострове так что держись Норвегия что касается НАТО то в случае со Шпицбергеном но может быть не может быть рацифицирована пятая статья устава НАТО где нападение на Норвегию это нападение на все НАТО и где НАТО должно вступить в войну с Россией так как Шпицберген это изначально спорная территория а вот если Россия нападет на кретинентальную часть Норвегии тогда да но скорее всего Россия это делать не будет ну а нападет только на полуостров Шпицберген ну и самая главная причина для появления российского спецназа в Норвегии на Шпицбергене рейтинг Путина падает ему чтобы остаться у власти в 2024 году надо либо менять конституцию либо ставить фиктивного президента таким был медведем в 2008 году либо что-то придумать еще но все эти его варианты выгорают только тогда когда рейтинг Путина не по подсчетам там левады центров в целом а реальный рейтинг Путина летит до небес а это может произойти только в одном случае когда какая-нибудь территория не важно там спецназ присутствовал не присутствовал там всех норвежцев на пол или что там на уголь ложил или не ложил так вот когда конечно же новая территория ну условно новая присоединяется к России то человек который присоединил эту территорию к России он конечно подымается до небес потом потом санкции потом изоляция России потом технологическая осталась России но это все потом после выбора в 2024 году поэтому я не исключаю того что будет проведена военная операция на острове Шпицберген российских войск и вот с этой целью высадился наш спецназ в штатском там одобрение формулы Штайнмайера ух уж этот Штайнмайер этот немецкий Хер одобрение формулы Штайнмайера приближает первую встречу Путина с Зеленским члены трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе подписали формулу Штайнмайера этого Хера который возомнил о себе что он главнее Меркель по которой предполагается что украинская власть в данном случае Верховная Рада Украина вводит закон об особом статусе Донбасса сразу после внеочередных выборов в ЛДНР Зеленский одни готовил что ЛДНР что ЛДПР одно и то же Зеленский назвал эту формулу самой большой страшилкой последних дней по его словам уже согласованы даты внеочередных выборов в Донбассе и скоро мы их все узнаем ну для хардкорности выборы внеочередных в Донбассе можно устроить например 31 декабря а лучше 1 января 2020 года но это мои домыслы а что касается Зеленского то он добавил что Украина не пойдет на формулу Штайнмайера если в Донбассе останутся военные тут правда не ясно куда они денутся наверное если ЛДНР захочет выполнять формулу Штайнмайера то отведет своих военных в Россию на территорию России в Ростовскую область но тогда кто гарантирует безопасность самим властям ЛДНР с которыми хотят расправиться настоящие патриоты Украины так что а не слухи народа так что пока это не ясно к тому же Зеленский заявил что выборы в Донбассе должны пройти после того как Киеву вернут под контроль границы между Россией и ЛДНР я считаю что эта тема уже давно заиграна сыграно отыграно вспомним жаркое лето 2014 года Иловайск операция ВСУ цель взять как раз границу Украины и России со стороны ЛДНР под свой контроль ВСУ успешно громят силы сепаратистов и продвигаются к некогда своей границе но тут со стороны России по ВСУ начали бить те самые уже легендарные грады с Ростовской области потом в дело Россия пустила десант на БМД и хоть СБУ удалось взять несколько пленных кадровиков ВДВ которые показывали где пересекали границу в каких местах но все таки все таки Россия реально отстояла границу ЛДНР с Россией под своим контролем а ВСУ пришлось отступить а потом вооруженные силы Российской Федерации которые мы уже не сомневаемся что они есть на Донбассе нет уже не сомневаемся нисколько заманили их в тот самый Иловайский котел так что Зеленскому прежде чем Зеленскому вякать о возвращении границы надо изучить ситуацию с военной точки зрения а с военной точки зрения Россия не отдаст границу с ЛДНР ВСУ никогда Украина так как в случае так как если Россия отдаст границу под контроль ВСУ и ЛДНР окажется в котле я понимаю что Зеленский этого и хочет сделать но попытка взятия границы ЛДНР как раз была и была при Порошенко и ничем хорошим для Украины это не закончилось закончилось полным провалом кроме того в случае передати границы ЛДНР Киеву с Россией ЛДНР окажется отрезанным от российской военной помощи ну то есть даже если вооруженные силы Российской Федерации не способны взять сейчас даже Мариуполь то свою границу с республиками Донбасса вооруженные силы Российской Федерации могут защитить у них всегда для этой цели есть батальон Катыровцев Зеленскому надо понять что сейчас граница Украины с ЛДНР с Россией проходит по линии фронта ЛДНР и ВСО а не за ее пределами к тому же ну вот пройдут выборы в Донбассе по форме Штайнмайера и что Донбасс выберет тех же руководителей которых сейчас у них есть если пасечник еще в ЛНР может проиграть на честных выборах кому-то так как пришел к власти при помощи государственного переворота то кто реальный конкурент Пушильну в ДНР на честных выборах никто не Геннадий и Жов Москаль Зеленский показывает однако при всех просчетах о которых мы сейчас говорили что он хочет мира и стабильности в своей стране возможно даже встреча Путина а что хотят в Донбассе правильно стать частью Российской Федерации а это одно исключает другое и чтобы решить эту проблему объявив ЛДНР надо объявить территорию ЛДНР например нейтральной территории на время политического кризиса в Украине а так все а сейчас все политики Европы носятся с этими минскими соглашениями и с формулами по их реализации набивая тем самым политические очки но не решая таким образом проблему так что сейчас реально Украине нужен не президент мира а верховный и не клоун а верховный главнокомандующий я понимаю что украинцы сами устали от войны но ее формулами Штайнмайера можно только заморозить войну а не остановить это показала Чечня 95 это показала Абхазия 92 либо российские войска все-таки пойдут в Киев или минимум в Мариуполь либо в США будут штурмовать Донецк все подру с многочисленными грузами 200 и 300 своих солдат а по-другому по-другому не вернуть свою некогда границу с Россией такие дела в Донбассе и на международной арене что касается Украины Украина пилоту Суперджета предъявлено обвинение СКР предъявили обвинение командиру экипажа Сухой Суперджет что Денису Евдокимову его обвиняют в нарушении правил безопасности пилотов и ему грозить лишение свободы от 3 до 7 лет Самое интересное то что следственный комитет идет вразрез с выводами МАКа Межгосударственного авиационного комитета службы которые расследуют как раз профессионально авиакатастрофы по версии МАКа главной причиной авиакатастрофы стало попадание молнии в бахтовую систему отчет МАКа не содержит прямых указаний на ошибку пилота по версии замолок подсудимого причиной авиакатастрофы стало не только молния но и полные баки с керосином которые воспламенились на сухом после жесткой посадки Евдокимов шел с положенной скоростью на ВПП и с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре кроме того его адвокат рассказал в интервью BBC что борт сухого суперджета уже был в аварийном состоянии и это новый российский самолет однако Евдокимов вовсе не белый и не пушистый так выяснилось что Евдокимов мог перелететь расчетную точку приземления а потом на большой скорости начать прижимать самолет к земле резко отпустив ему нос кроме того Евдокимов не поднял щитки на верхней плоскости крыла что положено при процедуре аварийной посадки а теперь к сути вот что произошло неподготовленный или плохо подготовленный пилот из-за простейшего попадания молнии принял ручное управление на себя первый фактически раз в жизни до этого он летал на авиапилоте и таки грохнул самолет его вина его но у самолетов не должно вырубаться бортооборудование при малейшем попадании молнии а иначе летать на таких самолетах просто вообще небезопасно даже самому подготовленному пилоту аэрофлоп сказал что сухой суперджет это дерьянь самолет Валентина Ивановна Матвиенко в Совете Федерации сказала что что сухой суперджет это говно самолет а виноват конечно пилот ну да ну да поверим нашему сучьему комитету как я иногда называю СК теперь к аэрофлоту претензии у вас теперь к аэрофлоту есть претензии у меня и к аэрофлоту ведь у аэрофлота стажеры не могут посадить самолет в ручном управлении у вас программа обучение пилотов в основном построено на тренажерах у вас пилоты получают дипломы и они мало летают на реальных самолетах в летных школах или не летают вообще или летают на тренажерах то есть у вас получают дипломы те пилоты которые мало летали на самолете но почему же вот у нас например да если ты например хорошо водишь допустим тачку в гта сан-андрес но тебе же или в гта 5 но тебе же права-то не дадут на том основании что ты в игре водишь хорошо тачку правильно надо сдавать сразу два экзамена а в школе пилотов там курсы тебе прочитали ты на тренажере налетал все готовый пилот ну аэрофлот пусть сам изменит свои курсы не надо перекладывать вину на других да сухой суперджет построил говносамолет но вы обучите пилотов чтобы они даже говносамолеты даже если не все обогут вне отказала сумели все-таки посадить чтобы это наши самолеты да я понимаю аэрофлот мудрое в кавычках правительство под соусом импортозамещения заставило вас аэрофлот покупать самолет который мало еще мало прошел летные испытания которые еще сырой ну ну хорошо но подтяните тогда хотя бы программу обучения и подготовки пилотов я же знаю как у вас все делается у вас лучшие пилоты естественно летают на международных рейсах правильно а не внутри России а должно быть наоборот теперь у меня есть реплика по поводу действий правительства российской федерации по поводу вообще строительства эксплуатации сухого суперджета вы что там совсем ебанулись в правительстве или еще не до конца ебанулись как вы правительственные чиновники могли корпорации которые всю жизнь делали военные самолеты доверять делать гражданский убор вы хоть там наверху задумывались почему например в фильме лохет мартин не поручают делать гражданские самолеты правительства США почему сухой суперджет строил сухой а не туполев где системная работа а тогда конечно во всем виноват пилот значит при малейшей попадании в молнии вырубилось все бортооборудование пилот потому что он плохо обучен сел не совсем так как надо ну загорелось загорелся в результате самолет пожарники тоже там тупили думали минуту что делать а так конечно никто не виноват только пилот хватит пора это уже запретить да пилот несет ответственность за самолет конечно безусловно но уголовно наказывать не надо потому что на пилота списывается все недоработки в авиастроении недоработки в программе обучения пилотов недоработки в эксплуатации самолетов все списывается на ошибку пилотов и за это наказывают а наказывать Надо госкорпорацию Сухой, аэрофлот и правительство Российской Федерации, точнее чиновников Министерства Транспорта, а уж потом предъявлять претензии пилоту. А у нас Следственный комитет решил выпендриться. Главное ведь люди, которые профессионально занимаются раскидыванием авиакатастроф в своем докладе в МАКе, сказали, что действия пилота не приводили к авиакатастрофе. Это все неисправный сбор электроники. А в Следственном комитете решили быть НКВДшниками 30-х годов? Всех в тюрьму. Что это за крайности? У нас сажают самолет на кукурузном поле, пилот-герой. Следует пилоту допустить ошибку, то уже его судят. Ну где системная работа? Ее просто нет. Угрокали, угрокали авиастроительную отрасль в стране. Есть энтузиасты, которые еще на каких-то Cessna летают, но в целом эта иллюстрация картинки очень... Очень как бы нажива, так сказать по-украински. То есть очень говорящая. Аэрофлот и сгоревший фюзеляж. Вот сейчас состояние российской авиационной отрасли. Поэтому я часто езжу на поездах. Там такое и пусто меньше. Ну что ж, у нас все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.